Украинская морская партия Сергея Кивалова идет на выборы. Решение было принято на съезде политической силы, в котором приняли участие делегаты со всех регионов страны. Съезды партии на протяжении многих лет проходят именно в Одессе, так как здесь находится центральный аппарат полицилы и именно здесь реализуется большая часть проектов, связанных с юридической поддержкой, медицинским обслуживанием и социальной защитой граждан. Участники съезда обсудили наиболее важные государственные вопросы и программу Украинской морской партии, с которой полицила будет баллотироваться в Одесский городской, областной и районные советы. Знаковое событие в политической жизни региона посетила съемочная группа телеканала «Репортер». Украинская морская партия Сергея Кивалова будет участвовать в выборах 25 октября во все местные органы власти. Такое решение единогласно было принято на съезде политической силы в последнюю субботу лета. Горсовет и облсовет, объединенные громады и районные советы. У Украинской морской партии есть достойные кандидаты, которым есть что предложить тому или иному региону нашей страны, уверен лидер полицилы Сергей Кивалов. Украинская морская партия идет на выборы в местные советы. Во всех областях, практически во всех областях мы выдвинем своих кандидатов в депутаты местных советов. По мнению лидера полицилы, представлять Украинскую морскую партию в селах, райцентрах и городах должны люди, которые не просто знают, как решить те или иные проблемы. Они живут в этих населенных пунктах. Они приезжают раз в год с десятком телекамер. Делегаты съезда поддержали Сергея Кивалова в этом вопросе. Равно, как и в другом, не менее важном. Почетный гражданин города Одессы и Одесской области был единогласно переизбран лидером Украинской морской партии. На съезде партии звучали вопросы в отношении, чтобы выдвигались те кандидаты в депутаты, которые сегодня разделяют нашу программу партии. В каждом районе, в каждом городе, в каждом ОТГ должны быть представители Украинской морской партии. И если это будет большинство, то я вас уверяю, что мы сможем изменить систему управления в нашей стране. Я благодарен делегатам съезда за то доверие, которое они оказали мне. Очень важным вопросом было то, что мы переизбрали, а точнее поддержали нашего руководителя Сергея Васильевича на должности руководителя партии Сергея Васильевича Кивалова. И сейчас, вот еще на пять лет, наш руководитель будет возглавлять эту партию. Мы переизбрали новый состав партии, куда вошли представители не только Одессы, но также и других областей нашего государства. Я уверен, что этот совет будет действенным, будет принимать серьезные решения во благо развития нашей организации, во благо развития нашего государства. Украинская морская партия Сергея Кивалова твердо стоит на позиции возрождения морехозяйственного комплекса нашей страны. Слишком много потеряно времени, слишком тяжелый удар нанесен по мощностям и традициям. Но в полициле есть специалисты, портовики со стажем и знаниями, которые готовы поднимать отрасль из руин. Все, что связано с судостроением, с судоремонтом, мы всячески, придя во власть, будем поддерживать это направление, потому что это основной источник развития экономики нашей страны. Решение гуманитарных вопросов – еще одно приоритетное направление работы Украинской морской партии Сергея Кивалова. Украина – многонациональная страна, в этом ее богатство. Некоторые политики своей недальновидной позиции многие годы делали все, чтобы раскалывать общество. Сделали все для того, чтобы сохранить праздник 9 мая. Мы сегодня повторяем и говорим, что есть участники Великой Отечественной войны. Они настоящие герои, и это было подчеркнуто на съезде нашей партии. На всеукраинском съезде партии делегаты не только декларировали цели и задачи, которые ставит перед собой политическая сила, но и подвели итоги работы за последние годы. Это многолетняя эффективная работа на благо жителей города и области. Защита прав и интересов человека превыше всего. Помощь в юридических вопросах и вопросах здравоохранения, развития образования, спорта и городской инфраструктуры. Украинской морской партии есть о чем рассказать и что показать. Одесса – образовательный центр Украины. При активном содействии Украинской морской партии на стыке веков удалось поставить на ноги ныне два ведущих вуза страны – Одесскую юрокадемию и Международный гуманитарный университет. Сегодня здесь готовят специалистов, которым строить и развивать Украину 21 века. На протяжении многих лет активисты Украинской морской партии делают все, чтобы город Одесса развивался. Ярким примером тому являются те образовательные хабы, которые сегодня созданы в Одессе. Речь идет о Международном гуманитарном университете, который на протяжении 17 лет сделал огромнейший прорыв. И стал такой коммуникативной площадкой сегодня для школьников, для абитуриентов, для студентов, для преподавателей, для научных работников, ну и для иностранцев, которые к нам приезжают. Яркими примерами являются это Национальный университет Одесская юридическая академия, который 23 года назад был создан на пустом месте. А сегодня это является жемчужиной образования не только Украины, а и всей Европы, который готовит сегодня высококвалифицированных специалистов в органы государственной власти, местного самоуправления. И именно эти выпускники сегодня будут строить будущее нашего государства. Сергей Васильевич создает условия обучения вузы, школы, профессионально-технические училища, колледжи, для того, чтобы наши студенты, наша молодежь получала качественное европейское образование. Мы не только создаем вместе с Сергеем Васильевичем качественное образование, но мы и трудоустраиваем 100% наших выпускников. Создаем условия для того, чтобы наши выпускники без работы не оставались. К слову, Украинская морская партия занимается вопросами образования не только в городе Одессе. Во многих областях нашей большой страны открыты и успешно функционируют структурные подразделения и колледжи юрокадемии. В Киеве создано самостоятельное учреждение высшего образования – Киевский институт интеллектуальной собственности и права Одесской юридической академии. Мы создали структуры, которые сегодня успешно функционируют и в Кривом Роге, и в Ивано-Франковске, и в Черкассах, и в Николаеве, и в некоторых других городах. Это вот развитие образования в целом в нашем государстве. В самое трудное для страны время построено и открывается в этом учебном году Международная академическая школа Одесса, которая не имеет аналога в Европе. Общая площадь учебного комплекса составляет 22 тысячи квадратных метров. Наши оппоненты серьезно препятствовали, не хотели, чтобы мы реализовали этот проект. Сегодня школа, которая является примером, мы показываем для всей Украины, хотя построили в Одессе, что вот такая школа может существовать. Вот в этой школе с первого класса будут изучаться английский, немецкий, французский, классический, испанский, китайский, арабский, иврит. Там фактически все направления есть. Спорт, обучение для школьников, для студентов, есть огромный культурный зал, киноконцертный комплекс. По самым современным методологиям он создан. Это все для людей, для одесситов. Возродить систему профессионально-технического образования – один из главных пунктов программы. В крупных городах каждый микрорайон, а в небольших населенных пунктах каждая территориальная громада получит центр профтехобразования. Развитое профтехобразование в перспективе решает проблему безработных по всей стране. Благодаря Украинской морской партии было создано десятки тысяч новых рабочих мест. Это весомый вклад в решение глобальной проблемы безработицы населения. Мы сохранили профессионально-техническое образование не только в Одессе, но и в многих городах. Мы сохранили профессионально-техническое образование, училище и поддерживаем. Один из базисов партии – здоровый город, здоровая страна. А поэтому популяризация здорового образа жизни и развития спорта в приоритете у Украинской морской партии Сергея Кивалова. На базе Юрокадемии и Международного гуманитарного университета за последние годы были, по сути, заново выстроены современные спортивные комплексы на 4-й и 8-й станциях Большого фонтана. При политической поддержке партии проходит соревнование всеукраинского и международного уровня. С той поддержкой, которую имеет партия и в городе Одессе, и в Одесской области, я уверен, что на всех уровнях, и в районных, и в областном, и в городских советах представители Украинской морской партии будут во власти, будут депутатами, будут достойно представлять те территориальные органы, которые их изберут. Более того, одним из важнейших направлений развития, которое видит Украинская морская партия в развитии нашего города и области, это является спорт. Это развитие спортивной инфраструктуры, это бесплатный, доступный, бесплатный спорт для молодежи, для детей. И я думаю, что это одно из важнейших направлений, которое поднимет спорт в целом и в городе, и в нашей области. Большие успехи достигнуты в сфере здравоохранения. По инициативе лидера партии в считанные дни был создан Центр по борьбе с эпидемией коронавируса. Десятки тысяч наших земляков прошли в этом центре бесплатное тестирование на наличие инфекций и антител. Разработан иммунный паспорт Одессита, который граждане получают бесплатно. Активно внедряется система оказания медицинской помощи в регионе телемедицина. Следующий этап – запуск программы диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией среди жителей города Одессы и Одесской области. Я сегодня безумно горд в том, что сегодня наш лидер Сергей Васильевич Кивалов сказал о всех тех успехах в сфере здравоохранения, которые являются инициативой Украинской морской партии. И это не просто слова, это действительно реальные действия. И те проекты, которые – это и создание Центра противодействия коронавирусу, и построение клиники, и обучение врачей, и наше движение в сторону сельского здравоохранения. Это очень важно. Являются действительно реальными, и они действительно дают свой существенный результат. Украинская морская партия Сергея Кивалова идет на выборы с четкой программой. Полицила предлагает запустить в нашем городе очень важный и нужный социальный проект – карта Одессита. Начать необходимо с общественного транспорта, сделать его для пенсионеров и школьников бесплатным. Кроме того, увеличить ежемесячные выплаты пенсионерам в размере полторы тысячи гривен, а также врачам и учителям. Во главе угла деятельности Украинской морской партии всегда стояла социальная защита граждан. Это зафиксировано в программе, с которой политическая сила идет на выборы, и которая была утверждена на всеукраинском съезде. Чтобы максимально заложить финансирование на такие программы, как оздоровление детей, оздоровление людей с инвалидностью, оказание финансовой и медицинской помощи бесплатной для особо не нуждающихся и особо необходимым людям. Мы работали постоянно с Сергеем Васильевичем Киваевым, с Федерической академией, с Храмовой Святой Татьяной сотрудничали, и всегда получали поддержку для переселенцев по необходимым вопросам, к которым мы обращались. Сейчас такое время, что за все эти годы, к сожалению, проблем накопилось у переселенцев очень много, и о них вообще не все забыли, и практически мы не можем нигде на уровне государства пробить. Никакие проблемы, решения проблем переселенцев. Однако есть такая политическая сила, которая на протяжении этих всех многих лет поддерживала нас, переселенцев, и проблемы переселенцев – это Украинская морская партия. На всеукраинском съезде партии были представлены делегаты со всех областей нашей страны. Это специалисты, которые готовы реформировать свой регион и страну в целом. Это и педагоги, и промышленники, и предприниматели. Я представляю областную организацию, Чиневецкую областную организацию Украинской морской партии Сергея Кивалова. И хочу сказать, что спинные проблемы и одинаковые проблемы, что и в жителей Півдня, что в жителей Західной Украины. На мою думку, первое, нужно объединять вокруг себя всех однодумцев. Незалежность от политических взглядов, незалежность от их программ, программных стилей. Но основной должна быть идея создания нового, построения государства в целом. Пировоградская властьная организация, в самом начале, была очень мощная организация. Не такая великая, как Одеська, но мы гидно представляли ее в всех сферах нашего життя, в суспільном житті. И також, даже представлена была в органах местного самоврядувания. Наша деятельность была направлена дуже сильно на ветеранів моряків, які захищали нашу країну. В великій вітчизненній войні. Ми досить активно їх привозили в Одесу. Программа Украинской морской партиї учитывает интересы всех категорий граждан. Сегодня политическую силу поддерживают і молодежні, і ветеранські організації. В частності, конкретну позицію в отношении поддержки политической силы виразила молодежное крило Украинской морской партии. Мы, молодь, сделали свой выбор. И хотим поддерживать самую Украинскую морскую партию Сергея Васильевича Кивалова. Адже, правда, это единственная в своем роде партия, у которой одним из основных целей есть защит интересов молодой. Молодь за Кивалова, а Кивалов за Одесу. Ветераны объединялись с Сергеем Васильевичем Киваловом, с морской партией, и идем вместе на выборы. Сегодня мы увидели внутри партии, что, да, действительно, партия омолаживается, скажем так. Молодежь идет с удовольствием. Сегодня молодежь идет поддерживать ветеранов. Украинская морская партия Сергея Кивалова готова к осенним вызовам, которые принесет предвыборная пора. И не боится ответственности перед своими избирателями и тяжелой работы на благо региона и страны после 25 октября.